Теперь, когда из наших предыдущих выпусков ты знаешь, как красиво снять видео, мы научим тебя его монтировать. Существует огромное количество приложений для обработки Инстаграм, но я выявила для себя одно любимое и ненаглядное. Иншот. Итак, например, нам нужно сделать бэкстейдж-ролик о том, как мы посетили салон красоты. Кстати, маленькая фишка, рекомендую снимать сразу же кусочки по 3-4 секунды, не больше, ну максимум 5-6, если это прям что-то невероятно интересное. А дальнейшее наше действие, это я рекомендую вам отсмотреть все кусочки, которые вы сняли. И выбрать приблизительно 5-10 для нашего монтажа. Заходим в Иншот и выбираем те 5-10 кусочков, которые мы отобрали. Уже примерно на глаз по картинкам, которые мы видим на смартфоне, мы можем определить примерно, как их можно смиксовать. Первое, с чего я начинаю, это с выбора размера. Заходим в размер. И здесь есть различные предложенные размеры. Например, если это сториз, то это будет вертикальное видео. Если же это YouTube, TikTok, там Instagram, еще какой-то формат. Здесь они, кстати, все предложены. То мы выбираем именно под ту социальную сеть или под ту задачу, которая нам необходима. В данном случае нам интересен формат Instagram. Мы выбираем один из форматов и дальше подгоняем нашу картинку под размер. Это мы делаем во вкладке Zoom. Увеличиваем. Увеличиваем до того размера, который нам необходим, чтобы не было полей. Но в целом мы можем оставить и с полями, если это по какой-то нашей задумке украсит наше видео. При этом важно обратить внимание на те две галочки, которые слева в нашем меню. Мы их нажимаем, и здесь есть такая вкладка «Применить ко всему». Жмем ее. И таким образом эта функция применяется на все те маленькие ролики, которые мы добавили в наше общее видео. Если мы понимаем, что есть моменты, которые нам очень хочется оставить, но они явно затягивают весь процесс видео, то их можно ускорить. Мы берем, выбираем нужный нам кусочек и находим вкладочку «Скорость». Здесь есть такая панелька, где мы двигаем, увеличиваем или уменьшаем скорость нашего видео. Чтобы видео смотрелось более динамично, мы также ускоряем еще некоторые куски. Некоторые моменты, например, для девочек полет волос или какой-то красивый жест, очень было бы красиво наоборот замедлить. Поэтому мы находим вкладочку «Скорость» и курсор двигаем в обратную сторону. В целом на этом этапе можно уже добавлять музыку. Мы заходим во вкладочку «Музыка» и выбираем из предложенных. Да, можно использовать другие приложения, выбирать современные песни, которые сейчас актуальны, что тоже можно, но здесь есть шанс того, что ваше видео заблокируют, потому что у вас просто-напросто нет авторских прав на эту музыкальную композицию. Отлично! Отличный вариант с первого раза, в принципе, мы выбрали. Нажимаем «Облачко», она скачивается в наш… не знаю куда. Пока можно потанцевать, пока она скачивается. Нажимаем «Пользование», маленький лайфхак. Смотрите, чтобы кадры вашего видео, то есть перебивки, которые вы отсняли, эти кусочки, они менялись именно на какую-нибудь сильную долю в музыкальной композиции. И если, например, сильная доля наступила, а кадр не сменился, то мы сейчас будем потихонечку обрезать наше видео. И мой вам маленький совет – лучше меньше, чем больше. После того, как мы определили скорость каждого кусочка, наложили его грамотно на музыку, у нас уже есть полноценное видео с музыкой. Здесь можно дальше добавить фильтр. Заходим в вкладочку «Фильтр». Мы его немножко уменьшаем для того, чтобы было более натурально. И здесь я бы добавила не только фильтр, но и эффекты. Следующий наш шаг, например, нужно добавить текст. Нажимаем вкладочку «Текст». Здесь выбираем регулировку, расположение по центру, цвет, стиль, как оно выплывает. Здесь очень много всяких различных вариантов. Выезжает, дергается, переворачивается, заходит, выходит. Все возможные варианты. И выбираем, на какой стадии видео нам нужно его опубликовать. Наше видео готово. Готово. Субтитры сделал DimaTorzok